К нашему эфиру присоединяется советник главы офисопрезидента Украины Михаил Подоляк. Михаил Михайлович, приветствуем. Приветствуем. Добрый вечер. Михаил Михайлович, сейчас между Израилем и Украиной стало еще больше общего. Наши государства ведут борьбу за собственное выживание и за безопасность граждан. А враг он только называется по-разному. Где-то Хамас, а где-то Российская Федерация. То, что действует он, совершенно одинаково. Михаил Михайлович, какая сейчас связь между Хамасом и Россией? Кем сегодня Хамас является для России, а Россия для Хамаса? Хамас является прокси-группой для реализации российских планов, глобальных российских планов в другом регионе, на другой территории. То есть, на самом деле, враг один. У современного цивилизованного мира, безусловно, главный враг это Российская Федерация, которая пытается этот мир поставить наизнанку, то есть вывернуть наизнанку. То есть, чтобы мир не имел правил, не имел международного права как такового. Ну и, соответственно, система та, которая так или иначе позволяет нам с вами прогнозировать свою жизнь, то есть планировать что-то, делать карьеры и так далее, чтобы это было разрушено. И мир был таким миром насилия, хаоса, давления и так далее. Вот спонсором вот этого является, собственно, Российская Федерация. Дальше. Сейчас прямо на наших глазах, это первое. Второе. На наших глазах буквально формируется так называемый террористический альянс. То есть он максимально агрессивно себя ведет, максимально жестоко себя ведет, то есть уже не маскируя свою природу, свою сущность. Вот то, что мы с вами видели в Украине в течение длительного времени и продолжаем видеть, то есть удары по гражданскому населению, массовые насилия, убийства детей, похищения детей, похищения заложников, пытки над взрослыми, сжигание заживо и так далее и тому подобное. Мы с вами это все увидели сейчас на территории Южного Израиля. И абсолютно идентичная, вы абсолютно правы, картинка. Это одно и то же, потому что главным, еще раз подчеркиваю, автором вот этого построения террористического альянса, беспредельного террористического альянса, который должен демонстративно шокировать гуманистический мир, а мы с вами живем в гуманистическую эпоху и так далее. Вот является Российская Федерация. Хамас и другие, вот, например, там Северная Корея тоже начинает где-то проявляться информация, что они могут использовать тактику Хамаса, заходить быстро на ту часть территории соседнего государства и забирать там каких-то заложников и так далее и тому подобное, чтобы потом вести себя, как Хамас ведет сегодня в секторе газы. То вот это все, еще раз подчеркиваю, главный здесь Российская Федерация. Россия делает ставку именно на вот это, на беспредельный тип разрушения современного мира. И, соответственно, у них как бы пан или пропал. То есть либо Россия сможет все-таки дожать ситуацию, то есть не проиграть войну, не пойти на скамью подсудимых, не нести юридические ответственности, остаться в таком виде, как она сегодня есть, то есть, грубо говоря, внутренний такой максимально репрессивный лагерь, где нету никакой конкуренции, где нету никакой свободы слова, понятное дело, где просто люди используются как рабочий материал, который должны будут идти в качестве мяса на войну в той или иной территории, а остальная часть должна будет работать и при этом не претендовать на какой-то там сервис, комфорт и так далее. Ну и кроме того, главное, чтобы в мире было много очагов нестабильности, много конфликта. Вот Хамас выполняет роль создания такого многомерного конфликта, тяжелого конфликта по морально-этическим показателям. Это просто заоблачный конфликт. Ну и, соответственно, Российская Федерация очень этим удовлетворена. Михаил Михайлович, скажите, пожалуйста, сейчас Соединенные Штаты Америки начинают оказывать военную помощь Израилю. Мы прекрасно понимаем, что военная помощь необходима Израилю, она необходима также и Украине. Как вы думаете, найдут ли Соединенные Штаты некий рецепт того, чтобы вот эти сообщающиеся сосуды военной помощи для Украины и Израиля были одинаково наполнены для двух сторон? Я даже не сомневаюсь в этом. Не думаю, что надо искать какой-то рецепт. Потому что мы, во-первых, абсолютно разное оружие используем. То есть у нас одни приоритеты, у Израиля другие приоритеты. Даже в том числе, если мы обсуждаем системы противоракетной обороны, противовоздушной обороны. И, соответственно, если мы обсуждаем, какого типа война идет. То есть, если, например, для Израиля очень важны экспедиционные возможности, потому что вы видите, что сухопутная операция, если будет идти, то она будет идти, собственно, на территории ГАЗа. Не против большой регулярной армии. У нас с вами совершенно другая война. Против нас стоит ключевая армия под названием армия Российской Федерации, которую еще вчера буквально боялись все. Соответственно, у нас другие принципы ведения боевых действий. Нам необходим другой объем, например, снаряда тяжелого калибра. Нам нужны в другом объеме ракеты дальнобойные. Те, которые, собственно, Израиль не использует. Нам нужны другие системы ПРОС, с учетом того, какого типа ракеты использует Россия. Она использует, например, гиперзвук или баллистику. То, чего, безусловно, нету, опять же, у Хамаса, ну, или тех, кто там финансирует тот же Иран и так далее, и тому подобное. Поэтому совершенно разные типы оружия, совершенно разные объемы, совершенно разные финансовые пакеты, совершенно разные графы бюджета, по которым идет помощь Израилю. Израиль – это ключевой союзник на Ближнем Востоке, это приоритизация. Это те самые, кстати, гарантии безопасности, которые должны на переходный период быть и у Украины. С точки зрения приоритизации поставки техники. Но есть более важная составляющая. Мне кажется, что вот эти события в Южном Израиле, то, что мы с вами видим, они как раз должны, наоборот, привести к большей консолидации. То есть обратно сыграть парадоксально, не так, как планировали планировщики, ну, та же Российская Федерация или тот же Иран. Они должны как раз-таки спровоцировать, знаете, более глубокую интеграцию стран демократии, и Соединенные Штаты, и европейские страны. Они должны понять, что риски резко возросли. И за этими рисками стоит именно Российская Федерация. Если эти риски сейчас в рамках войны против России в Украине не убрать, то все это будет многократно масштабировано и будет проводить к более тяжелым последствиям, в совершенно даже не в отстроченной какой-то перспективе, а буквально там в считанные месяцы, в считанные годы. То есть я тут хочу, знаете, на чем сделать акцент. Россия ведь не вернется вот в таком виде, вот пока она будет находиться под эгидой путинской вертикали, под властью путинской элиты, Россия ведь не вернется в адекватное состояние. Нет, она наоборот будет идти по пути внутренней эскалации. То есть она будет все больше и больше обосляться и все больше и больше беспредельничать на внешнем рынке и все больше и больше финансировать вот такие организации, как КАМАЗ, провоцируя конфликты. Кстати, еще одна точка конфликтная, объемная, нам меньше обсуждается. Это то, что происходит в Африке, в Центральной, в Центральной Восточной Африке, те же перевороты, те же вооруженные столкновения, боестолкновения, тоже жестокое убийство людей там и так далее и тому подобное. Вот Россия будет все это масштабировать, мультиплицировать как таковой. Поэтому наши партнеры прекрасно понимают, что либо мы сейчас действительно максимально поднапряжемся и вместе с Украиной закончим эту войну, ну вернее снабжая Украину всем необходимым в этой войне, в ускоренном темпе снабжая, потому что именно Россия, еще раз подчеркиваю, является донором глобальной нестабильности. Ну то есть либо вы решаете эту задачу, либо эта задача будет решать вас. Вот я бы так сказал. И мне кажется, что вот эти события, еще раз подчеркиваю, в Израиле, как это опять же не парадоксально звучит, как раз таки ускоряют прозрение, куда нужно двигаться в рамках Украины российской войны, не только в рамках ближневосточного эскалации, вот этой объемной эскалации, которую мы видим, но и в рамках российско-украинской войны. Ось, которая сейчас вырисовалась, какую роль в этой оси играет Иран конкретно? И какие действия, как вы считаете, могут быть предприняты для того, чтобы и этот игрок почувствовал на себе всю ответственность за те преступления, которые совершает? Ну, эта ось вырисовалась не сейчас, она уже давно существует. Безусловно, это ось беспредельщиков, ось изгоев. Опять же, главным действующим лицом, фронтиром этого является Российская Федерация. Иран же, в свою очередь, является, скажем так, поставщиком, транзитером, через который Россия что-то получает. Ну, как мы видим, да, с вами те же дроны. Точно такие же дроны, кстати, использовались и против Израиля. Россия защищает Иран с точки зрения права вета, о чем, собственно, уже неоднократно тоже мы с вами разбирали. Россия имеет убийственный вариант, потому что у нас, к сожалению, международных институтов не так много, скажем так, как площадок, на которых можно вести какую-то дискуссию. Ну, вот Россия использует площадку ООН и для того, чтобы блокировать инициативы других стран, и для того, чтобы угрожать другим странам, или для того, чтобы зонтиком закрывать те страны, которые нарушают санкционные какие-то действия, результативные действия. В данном случае Иран. Иран — это страна-транзитер. Через Иран идет оружие, Иран что-то производит, у Ирана есть военное производство объемное и так далее. Как это исправить? Это точно так же, как исправить ситуацию с Российской Федерацией. То есть необходимо обсудить вопрос введения дополнительных юридических статусов для тех стран, которые, как Иран или Россия, себя ведут, которые будут однозначно временем ложиться на частные компании или компании-посредники, которые позволяют России или Ирану обходить санкции, продавать частично свое сырье на внешних рынках, получать возможность для серого импорта, параллельного импорта. Ну или особенно, что выглядит страшно, это те компании, более тысячи потребительских компаний, которые прямо, вообще, абсолютно открыто работают на территории той же Российской Федерации. И, соответственно, Россия в то же время абсолютно не обращая внимания на резолюции ООН и так далее, спокойно сотрудничает и с Северной Кореей в военно-техническом секторе, и с Ираном в военно-техническом секторе, опять же, не обращая внимания на всякие резолюции и так далее. Так вот, юридические статусы нужно менять, чтобы страны, которые имеют отношение с Россией, Ираном или Северной Кореей, например, чтобы они автоматически, компании, которые там будут вести бизнес или че-продукты будут там обнаружены, чтобы они автоматически получали свои санкции, которые будут там превышать доходность от работы с Россией или с Ираном, например, в три или в четыре раза. То есть, чтобы невыгодно было экономически работать в этих странах. То есть, есть над чем работать. Мне кажется, что, вы знаете, сейчас такая кульминация. Мы заходим в кульминацию. Да, к сожалению, было бы хорошо, если бы глобальная политическая элита была более решительной и четко понимала те проблематики, которые возникают. Но, к сожалению, без вот таких сотрясений, без вот таких шоковых состояний, в которых гоняют сначала Украину в феврале 2022, сейчас Израиль. Мне кажется, глобальная система не перестроится, но она идет так натужно, но она повернулась к тому, чтобы трансформироваться в более деятельную глобальную политическую систему, где не будет места вот этому, знаете, так называемой реальной политике. Помните, да, этот реал политик назвали, на самом деле, это политика лицемерия была. То есть, когда ты говоришь одно, делаешь другое и особенно жадно обнимаешь и целуешь то, что делали в свое время с Путиным некоторые европейские лидеры, которые, к сожалению, вырастили вот этого гомункулуса, который таким образом себя ведет. Ну, между тем, Михаил Михайлович, знаете, вот в развитии вашей мысли Совет Безопасности ООН не выступил совместным заявлением по итогам экстренного заседания, посвященного нападению на Израиль. Посол Соединенных Штатов ООН Роберт Вуд заявил, что большое количество стран осудили атаки Хамас, еще бы, однако были и те, кто отказался это делать. И вот, что сказал Вуд, вероятно, вы сможете вычислить одну из этих стран без моих слов. Вот то, что произошло, вот этот итог Совета Безопасности ООН, говорит ли это, по вашему мнению, о том, что на самом деле уже совсем не жизнеспособен этот состав, как минимум? Дело не в жизнеспособности, дело в обнулении репутационного капитала окончательного. Ну, а смотрите, по сути, ООН должно было бы выполнять роль такого морального арбитра, да, ну, то есть, вот, резолюция, вот вы только вдумайтесь, абсолютно конкретно, в прямом эфире, почему Хамас? Хамас именно делал это, снимал на видео, понимая, что это будет выложено в прямом эфире, они демонстративно хотели вот обнулить людскую мораль, показать, что мы будем беспредельничать, как вы, и что вы нам за это сделаете, да, то же самое, что Россия делала в Украине, вот она будет насиловать массово граждан Украины, и что вы нам за это сделаете? Вот, грубо говоря, то же самое, и вы видите реакцию, мы не можем договориться о соответствующей даже резолюции, где будем осуждать проявление безусловного геноцида как такового, как явления. Что это значит? Это значит, что это такой абсолютно открытый, откровенный, прямой сигнал, который свидетельствует о том, что можно в мире беспредельничать, да, любые, пожалуйста, страны, делайте, что хотите, максимум, что будет, вот будет Россия, если вы будете в ее там полосе как донора глобальной нестабильности работать, то она будет блокировать, опять же, правом вето, блокировать любые резолюции. Вы даже не будете осуждены, хотя бы морально-этически осуждены. Ну, то есть, вот что мы с вами видим. Мы с вами видим полное разложение системы глобальных взаимоотношений. Так дальше оно не может развиваться, потому что, ну, вот возникает кризис один, второй, третий. Вот у Израиля есть сила. Да, Израиль сейчас проводит, безусловно, оправданную операцию возмездия в полном объеме и будет ее доводить до конца. А вот Украина, например, с точки зрения войны с Россией, гораздо меньше, чем Россия, с милитаристской точки зрения еще меньше, чем Россия, да. Ну, то есть, и что делать, да. Ну, то есть, вот Россия демонстративно обнуляет принципы международного права и более того, как только ты, вот Украина, мало того, что мы меньше гораздо, но, тем не менее, нашли в себе силы, встали, сражаемся, начинаем выдавливать субъекты трусливого плана, да, под названием Российская Федерация, которая, ну, там, занимает места в условной управленческой элите, выходит, говорят, у нас ядерное оружие, мы будем его применять против неядерной страны. И более того, они от этого, вы только посмотрите на них, они надувают свои хорьковые щеки, да, и считают, что это признак крутизны. То есть, настолько трусливая эта федерация, что они пришли к вам с войной, на гораздо менее объемную с милитарной точки зрения страну напали, хотели проявить силу, начинают получать по своим русским классическим сусалам, да, я прошу прощения за это, но это их же выражение, и так далее, убегают куда-то из пустого рута, у нас вот тут бамба ядерная, мы будем вас... И что дальше? И дальше нету площадки, где другие бы страны приняли и сказали, Россия, остановись, успокойся, какое ядерное оружие, не можешь выиграть в кулачном бою, так убеги и скули, там, сиди у себя где-то за Сибирью, в Сибири, и так далее. Вместо этого они даже по очевидному признаку геноцида в Южном Израиле, где видео, там, тонны видео, тонны фото, четко показанные, там, в прямом эфире даже записано было, как автомобили с гражданским населением ездили по дорогам, им просто в лоб убивали, там. И так далее. Я уже не говорю то, что происходило на фестивале музыки в одном из кибуций, да, где 240 человек было просто убито, просто людей, причем из разных стран. И вот, несмотря на весь этот объем доказательств, скромно выходим и говорим, смотрите, ну, вы же понимаете, какая страна все это заблокировала. Так у меня вопрос встречный. Если мы все понимаем, какая страна все это блокирует, так, может быть, стоит принять на регламентном комитете решение о приостановке членства этой страны? Мало того, а потом, может быть, самостоятельно принять процедуру повторного выяснения, имела ли основание Российская Федерация в 1991 году заходить на место Советского Союза без соответствующей процедуры. Ну, то есть, может быть, по этому пути пойти, но тогда это как бы реанимирует какие-то полномочия. То есть, мы с вами каждый день убеждаемся в том, что пока система не будет обновлена, перепрошита, но она не будет работать эффективно. Что такое перепрошивка? Теперь, чтобы было понятно. Вот все события и в Израиле, и уж тем более вот эта большая 19-месячная война в Украине четко говорят, что в войне этой нужно правильно поставить точку. Обнулить главного донатора нестабильности Российской Федерации. Только после этого, во-первых, резко уменьшится возможность соинвестировать, скажем так, в такие движения, как ХАМАЗ. То есть, мы увидим резкое уменьшение террористической активности по миру. Дальше, мы увидим резкое снижение количества эксцессов, инцидентов, которые провоцируют большие миграционные волны, что в свою очередь в той же Европе провоцирует большие внутренние столкновения во многих странах. Дальше, мы увидим с вами совершенно другие события в Африке, потому что, опять же, донатора нестабильности переворотов военных, вооруженных, бесконечных, которых там по 20 штук в течение 10 лет в той или иной стране на африканском континенте проходит Россия. Она будет увлечена внутренней своей революцией и так далее. Мы с вами увидим совершенно затихающие и умирающие анплавы, которые будут очень быстро расформированы. Это и Приднестровье, и то, что касается Грузии и так далее. Мы с вами увидим целый ряд стран, которые пойдут на внутреннее обновление политической системы. Ну, я, как пример, привожу Беларусь. Мы увидим резко замолчавшую активность Северной Кореи. Вот это все произойдет, ну и, опять же, обновление принципов работы ООН. Но с точки зрения повышения я не считаю, что нужно сказать, что эта организация умерла. Я считаю, что эта организация должна просто переродиться. Ну, то есть получить больше функционал, иметь инструмент принуждения к исполнению своих уставных документов. Вот это все мы с вами увидим только при одном условии. При абсолютно конкретном проигрыше Российской Федерации. Во любом другом случае эрозия глобальной политической системы будет стремительно нарастать. И в итоге это будет множественность войн, множественность конфликтов, нестабильность. И тогда никто, нигде, даже те страны, которые сейчас себя чувствуют вроде бы уютно, потому что далеко находятся от эпицентра той или иной войны, того или иного конфликта, даже там они не смогут себя спокойно чувствовать. Да, борьба еще и за здравый смысл сейчас ведется. Благо, есть множество игроков, которые этим здравым смыслом обладают. С ними как раз и Украина ведет переговоры и другие страны. Как проходит, Михаил Михайлович, официальный визит президента Украины Зеленского в Бухарест? Ну, вы прекрасно понимаете, что президент эффективен на внешней площадке, иначе бы мы не имели настолько в течение такого длительного времени настолько выраженную, четко структурированную поддержку. Тем более, что визиты президента, они всегда прагматичны, чрезвычайно прагматичны. В данном случае, если мы говорим о Румынии, то это касается и транзитивных возможностей. Для нас важно все-таки обеспечивать альтернативизацию поставок зерна или другой продукции с учетом все-таки тяжелой борьбы за акваторию Черного моря, которая еще продолжается. Это также и тренинговые центры для подготовки наших пилотов, прежде всего, ну, понятно, и других военнослужащих. Это также и поставки техники, опять же, это все, что касается энергетики и транспорта более широко, и все, что касается, скажем так, продвижения концепции Украина член Евросоюза, ну, с точки зрения переговорных площадок. То есть, вот Румыния тоже абсолютно заинтересована, чтобы Украина стала неотъемлемой частью единого экономического пространства в Европейском Союзе, в рамках Европейского Союза. Вот эти все прагматичные, абсолютно четко прописанные опции, которые президент обсуждает на разных уровнях, там, и с премьер-министром, и с президентом, и, собственно, с главами парламента румынского и так далее. То есть, с внешней точки, вернее, с точки зрения эффективности внешнеполитических визитов президента Украины, здесь мы имеем только дополнительную добавленную стоимость. Ну, и согласитесь, Михаил Михайлович, то, что сказал Владимир Зеленский относительно того, что будут хорошие новости по артиллерии и ПВО, также вселяют очень большой оптимизм. Сейчас это необходимо, как никогда. Артиллерия, да, потому что это чрезвычайно важно с учетом линии, много эшелонированных линий обороны, которые нужно взламывать, и ведение контрбатарейки, и, кроме того, дальнобойные, чем, вы же сами понимаете, прекрасна эта война логистик, нам нужно разрушать логистику, это очень эффективно делать именно сегодня. Что касается ПВО, мы с вами заходим в очередной зимний сезон, и, как мы с вами понимаем, Россия, которая ведет войну с обязательным геноцидным компонентом, то есть против гражданского населения, в том числе, атакуя его ракетами непосредственно, или пытаясь нанести ущерб за счет разрушения предприятий, критической инфраструктуры, в данном случае мы говорим об энергетике, то понятно, что нам нужно доукреплять. Сегодня есть хорошие новости из Германии, будут хорошие новости из других стран, с точки зрения укрепления концепции закрытого неба. Будем пытаться это сделать, это очень важно. Параметр, еще раз подчеркиваю, не нужно питать иллюзии относительно России. Россия должна дойти до своего естественного фатального финала, а до этого момента она будет наносить те же удары, которые в течение всех этих 19 месяцев наносят гражданское население, критическая инфраструктура, ну и, соответственно, объемное мясо на линии фронта. Борьба продолжается, она только набирает обороты. Если кто-то еще сомневается, что речь идет о глобальной войне, то, по-моему, все события в мире указывают на то, что эти люди ошибаются. Михаил Михайлович, спасибо большое за комментарии, спасибо за предоставленную информацию. Михаил Подоляк, Советник главы и сопрезидента Украины, был с нами на прямой связи. Благодарим. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова